Продолжим рассказ про 1 декабря, первый день зимы. У нас в Кавказе пока тепло, плюс 7-8. Готовится снежок или снег, мокрый или дождик. Поэтому я буду торопиться, чтобы меня не накрыло дождем. Так вот, 1 декабря 1924 года, сегодня, 97 лет назад, за 10 лет до убийства Кирова, о чем я рассказал ранее, в Эстонии была попытка государственного переворота. Большевики туда направили большие банды коммунистов, сейчас бы их назвали террористами, плюс подключили местных ячеек коммунистов, большевиков, и те попытались произвести в Таллине государственный переворот. В разных местах города произошли восстания, захваты важных учреждений. Во время этого всего погиб министр путей сообщения Эстонской республики. Большевики убили 21 человек, 21 человека. Но потом срочно власть взялась за голову, попытка не удалась, начались репрессии, и в течение 2-3 месяцев эстонская власть республиканская поубивала больше 100 человек, говорят, что несколько сотен рабочих в основном, репрессировала, арестовала, в ссылки поотправляла, в гражданских правах поразила более 2000 человек. Вот это событие, трагическое событие, произошло 1 декабря 1924 года в Таллине, в Эстонской республике. Неудачная попытка переворота с советской властью в Эстонии случилась в этот день. Поэтому светлая память всем погибшим, праведной и неправедной в этот день и в этот период последующий, повторилось много, как мы понимаем, как и было после убийства Кирова 1 декабря 1934 года, когда власть воспользовалась моментом и начала преследовать. А это только лишь раз говорит, еще один раз говорит о том, что в декабре пытаться совершить переворот бессмысленно. В декабре это делать с точки зрения месяца рациональности не следует. В ноябре на здоровье, в апреле тоже ничего. А вот в декабре, в мае, в сентябре и так далее, это бессмысленно. Это знает любой, кто изучает время, кто изучает историю. Еще раз светлая память всем погибшим после репрессий эстонских властей против рабочих и так далее. И также вспоминаем тех, кто погиб при попытке захвата власти в Эстонии.